Доброе утро! В эфире Анфас в студии Николай Анисимов. Неделю назад тысячи призывников по всей стране приняли военную присягу. С момента, когда юноши перешагнули порог воинской части, минуло чуть больше месяца. За это время новобранцы успели ознакомиться со спецификой предстоящей службы, прошли курс начальной военной подготовки, выполнили нормативы по стрельбе. За первыми днями в армии наблюдали наши съемочные группы. Старт армейской службы – всегда яркий и насыщенный этап. Юноши изучают воинские уставы, тянут носки, оттачивая мастерство строевого шага, тренируются в изготовке к бою. Одна из любимых у новобранцев дисциплин, огневая подготовка. Усвоив теоретические аспекты, они выезжают на полигон. И сейчас у меня есть шикарная возможность усовершенствовать свои навыки, но, честно скажу, мне здесь очень нравится. В целом все хорошо, служба идет отлично. Владислав Беляков окончил Гомельский лицей железнодорожного транспорта и устроился помощником машиниста. Именно в этой должности его и застала повестка в армию. Жела не отлынивать не испытывал. В 13 лет юноша полюбил военную форму, поступив в кадетский класс. Именно этот опыт молодой человек считает краеугольным камнем успеха нынешней службы. Как только мы с нашими коллегами военнослужащими, вот такими же, как я, с призывниками, начали заниматься строевой подготовкой, то есть мне это учение удавалось намного легче. То же самое и сейчас происходит с огневой подготовкой, то есть я уже знаю эту базу, основу, и мне с этим уже приходится намного легче, то есть справляться. Рядовой Беляков, как и многие парни, грезил попасть в роту почетного караула. Чтобы пополнить ряды элитного подразделения, нужно пройти жесткий отбор. Здесь учитывается все. Рост не ниже 185, отсутствие шрамов и татуировок, приятная славянская внешность. Об РПК слышал очень много чего. Много раз их видел, то есть на площади, на площадях, в Минске, в Гомеле, неважно. То есть РПК наслышан на весь мир, так сказать. С детства, еще, может, с класса седьмого, мечтал, конечно, попасть в их ряды. И сейчас очень рад тому, что надеюсь, что я в них очень скоро попаду. Новобранцы с восхищением и долей зависти посматривают на своих старших товарищей. На плацу Минской военной комендатуры сводная рота готовится к празднованию Дня Независимости. Отрабатываются совершенно новые элементы. В первую очередь, конечно, акцент делаем на единообразии выполнения элементов. Это то, чтобы каждый выполняющего понимал замысел, как это сделать. Планируется у нас выступление на военном фестивале «Миликс» в этом году. После этого на День Независимости Республики Беларусь. И уже подписано приглашение на участие в нашем военном фестивале «Спаская башня» в городе Москва. За подготовкой подразделения со смотровой вышки наблюдают и представители государства Катар. История взаимного сотрудничества двух стран в военной сфере насчитывает порядка 15 лет. В 2012 году белорусская рота почетного караула с успехом продемонстрировала плац-концерт в Дохе. Республика Беларусь и государство Катар сотрудничают уже очень много лет. Визит рассчитан на обновление отношений и сотрудничество между государствами. Рота почетного караула Беларуси очень нравится. Качество показано в высочайшем уровне. Нас уже три года консультируют инструкторы из Республики Беларусь. Они подняли наш почетный караул на очень высокий уровень. После принятия военной присяги молодые солдаты приступили к освоению армейской специальности. Впереди у них патрули и встречи иностранных делегаций, в которых они проведут полтора года своей службы. Интернет наполнен информацией про срочную службу в армии. Сведения зачастую не самые правдивые. Ответ так называемым диванным экспертам в нашей новой рубрике «Анатомия фейка» продолжит Сергей Чураков. Осенью и весной в беларусской армии проходит так называемое время переливания крови. Увольняются в запас те, кто отслужил установленные сроки. Строй пополняется молодежью. Таким образом омолаживается и армия. Свежие мысли, идеи, энергия. Фактически все, что и требуется такому организму, как вооруженные силы. Который ведет активный образ жизни. Кстати, это в тренде. Но по законам подлости, когда нарастает некая неуверенность призывников, волнение матерей, на помощь приходят со своим свинцовым спасательным кругом так называемые «доброжелатели» в кавычках. Сказать, что они подливают масло в огонь? Нет, если бы. Скорее разжигают на пустом месте костер из опавших листьев. Знаете, такой долготлеющий, вонючий, с едким дымом. Интернет в буквальном смысле наполняется постами, комментариями о том, что армия вам не нужна. Она погубит ваших сыновей. Вы поддерживаете строй практически уже несуществующей власти. Но пусть говорят, собака лает, караван идет. А по сути, что такое сейчас армия? Это та же школа, училище, учебное заведение, если хотите, только с военным уклоном. А что делают в таком заведении? Учатся. И в первую очередь учатся быть людьми. Жить в коллективе, помогать друг другу, любить свою семью, защищать ее, если потребуется. Очевидно, учатся это делать правильно. Да, срочная служба – это не высший уровень образования, а скорее начальная школа. Хочешь стать круче – иди учись в военный вуз. Там и офицерские звезды, и статус, ну и ответственность иная. Как говорят обычно родители, учись – будешь умный, будешь маме с папой помогать. А если завтра, не дай бог, что-то произойдет, и на площадь выйдут люди с оружием, не из нашей страны. Кто будет маме помогать? У меня на этом все. С вами был Сергей Чураков. Бобруйск принял открытый чемпионат белорусской армии по парашютному спорту. В течение нескольких дней участники выявляли лучших в точности приземления и акробатики. Вместе со спортсменами в небо поднялся мой коллега Владислав Кирий. В этом году открыт соревновательный сезон на военном аэродроме Могилевщины собрались сразу несколько команд из разных уголков страны и впервые из-за рубежа. С утра и до позднего вечера над взлетным полем Купола. Принимают участие сборная команда вооруженных сил по парашютному спорту, сборная команда воздушно-десантных войск Российской Федерации, а также спортсмены аэроклубов ДОСААФ Республики Беларусь. Спортсмены из Министерства по чрезвычайным ситуациям и представители военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Республики Беларусь. Всего принимают участие около ста спортсменов. Первыми в небо поднимаются спортсмены, демонстрирующие точность приземления. Задача – попасть с километровой высоты в центр мишени, диаметр которой всего 20 миллиметров. Точность приземления требует достаточно жесткий самоконтроль и умение совладать с погодными условиями. На кого-то может подуть ветер, а на кому-то может не подуть. Это интересное такое упражнение, которое показывает вообще все мастерство спортсмена. Самая лучшая тренировка – это соревнования. Ты наблюдаешь, постоянно смотришь, как люди работают, что-то для себя новое, что-то вспоминаешь, концентрация максимальная. Результат, естественно, нужно показывать. Воздушная акробатика – наиболее техничный этап состязаний. Высота выброски парашютистов – порядка 2000 метров. За 30 секунд свободного падения спортсмен выполняет комплекс фигур в определенной последовательности. Достаточно захватывающие чувства. При этом тебе нужно контролировать все свои эмоции и мысли и сделать упражнение на высшую оценку. До раскрытия купола парашютист развивает скорость до 260 км в час. За каждый недоворот или перебор во вращении судьи начисляют штрафные баллы. Здесь дополнительная нагрузка в виде ответственности за результат лично свой и за результат своей команды. Спортсмены, профессионалы показывают свои наиболее яркие качества в ходе этого чемпионата. А также всплывают слабые стороны. И это дает нам почву для размышлений. Для повышения планки мастерства в этом спорте необходимо постоянно исследовать новые тактические приемы. Особое внимание – психологическая устойчивость всех членов группы при жестком графике. Прошлый год был достаточно такой напряженный. У нас это тоже отразилось. Мы не унывали, собирали новый багаж знаний, умений. По итогам нынешнего чемпионата победу одержала сборная команды вооруженных сил Беларуси. Сформирована также национальная сборная, которая представит нашу страну на чемпионате мира. Он пройдет в ноябре в Катаре. Завтра в Беларуси отмечается День медицинского работника. Люди в белых халатах круглосуточно ведут борьбу за здоровье и жизнь пациентов в отделениях, на больничных койках, в операционных. Спасти человека в самых сложных условиях, забыв о понятии «невозможно» – эту традицию военные врачи переняли у тех, кто прошел фронтовыми дорогами. По официальной статистике, за период с 22 июня 1941 по 18 ноября 1942 на Советско-Германском фронте потери Красной Армии каждые сутки составляли в среднем 30 тысяч человек, в том числе безвозвратно около 8 тысяч. В результате подробного анализа поступающих сведений были внесены необходимые изменения в положение советской военно-медицинской доктрины. А именно, ранняя медицинская обработка боевых ранений обеспечивает наилучший прогноз дальнейшего лечения и исхода. Следовательно, оказывать первую помощь раненым и выносить их с поля боя необходимо во время ведения боевых действий, не считаясь с огнем противника. А общая врачебная и специальная хирургическая помощь раненому должна быть максимально приближена к линии фронта. Самое лучшее – оказать помощь немедленно. Чаще всего так и делали. На поле боя затаскивали в воронку и в воронки уже перевязывали, чтобы предохранить и себя, и раненого. Тот, кто сможет отползти хоть немножко с линии вот этой соприкосновения с немцем, хоть немножко может отползти, значит, он будет спасен. Самое тяжелое – вытащить из огня. У меня сумка, вот, ну, знаете, вот такая вот сумка на боку. Перевязочный материал, ну, ножницы, ножик, чтобы одежду разрезать. Представьте, зимой – фуфайка, брюки ватные. Надо добраться до раны. Самые тяжелые – смешанные ранения. То есть стрелковое оружие ранено еще, и взрыв, и осколочные. Большую помощь оказали поставки из США по программе «Ленд-Лиза». Особенно в обеспечении медиков пинцетами, шприцами, антибиотиками и даже чистым кофеином. К концу 1942 года советские ученые создали отечественный антибиотик, названный «Рустазином». Он был не единственным. В том же 1942 году микробиологи сумели получить отечественный препарат, названный «Громицидин». В годы войны этот антибиотик помогал советским бойцам бороться с гнойно-воспалительными инфекциями мягких тканей и кожи, в том числе возникших после ранений. Жгут накладывался на два часа, не больше. Иначе мертвело все. Дольше нельзя. А часов даже у командира роты не было. Принесли раненого в живот. И хирург говорит, я не могу его оперировать, он потерял много крови, ему надо кровь перелить. И подошла только моя кровь. Мальчик белый, как мелый, и в полусознательном состоянии. Он на каталке, я на каталке. Началось прямое переливание крови. Но получилось так, что ему так перелили кровь, но я потеряла сознание. А потом его прооперировали, оказалось, что у него разбита селезенка, которую можно удалить. Нет, ему удалили селезенку, что-то зашили, подштопали, оказалось ранение совместимое с жизнью. Сами понимаете, как было. Хирурги работали, как они выдерживали. Потому что одного оперируют, а второго принесли. В годы войны в армию были призваны около 60 тысяч собак самых разных пород. Особую роль среди них исполняли собаки-санитары. Под взрывами и пулями они разыскивали раненых, с медицинской сумкой подползали, ждали, пока он себя перевяжет, после чего ползли к следующему. Если боец был без сознания, лизали ему лицо, заставляя очнуться. Они безошибочно определяли живых и к тем, кто не приходил в сознание, приводили медпомощь. Собаки грели солдат в морозы, везли на специальных санях-волокушах в госпиталь. Зимой, на нартах, летом на специальных тележках, под огнем и взрывами. Собаки-санитары вывезли с поля боя около 700 тысяч тяжело раненых бойцов. Война – это травматическая эпидемия. Посмотришь, в голову раненых, как он живет, череп полурожен, живой. 73% раненых во время Отечественной войны были возвращены в строй. Это самый высокий процент среди всех армий, воевавших в Отечественной войне. В годы войны в составе медицинской службы было более 700 тысяч медицинских работников всех категорий. 88 тысяч из них погибли. Более 100 тысяч были ранены или пропали без вести. 80 тысяч из них – санинструкторы и санитары. За 4 года войны советские медики вернули в строй около 18 миллионов солдат и офицеров. Если учесть, что в начале войны в рядах Красной Армии насчитывалось около 7 миллионов человек, это составило 2,5 Красной Армии. Это абсолютный рекорд за всю историю войн. Именно поэтому труд медицинских работников приравнивается к подвигу. Следите за актуальными армейскими новостями на сайте воентв.мил.бай и подписывайтесь на наш канал в YouTube. На сегодня это все. Вы смотрели Анфас. С вами был Николай Анисимов. Мирного неба вам. И до встречи на канале СТВ. Субтитры подогнал «Симон»!